Добрый вечер, уважаемые спортсмены, тренеры, представители. Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на 21-м открытом Кубке России и тяжелоплетнике в старших возрастных группах. Сейчас у нас собрание, на котором мы расскажем о непосредственности соревнованиях. Александр Закаров, секретарь регламента, еще раз озвучит, конечно, зарегистрированных спортсменов. А начнем мы с очень приятных, очень знаковых событий, награждений. Есть у нас в федерации такой мужичок по фамилии Куликов Егор. Этот спортсмен награждается за уникальные спортивные достижения и большой вклад в развитие тяжелоплетнике в старших возрастных группах России. Награждается он знаком элита федерации. Вот такой знак выпустили наша федерация. То есть, кому интересно, подойдет Егор, посмотрит. Изготовлен он из золотой, числа золотой, 750-й пробы. Это уникальная такая награда, очень ценная. А вклад, который ведет Егор, конечно, не оценил. Он трехкратный победитель в Сибирных Играх. Наверное, посвокопьте, девятикратный чемпион мира. Да, шесть шпион мира и три Сибирных Игры. Пятикратный чемпион Егор. Его почти висит. День не открытый, его не считать. Вот, и многократный рекордсмен России. Рекордсмен мира. Вот. В общем, он заслужил. Все это. Спасибо. Егор, это не все. Также, по совокупности, Куликов Егор в этом году набрал более 100 очков, более 100 баллов в зале славы Российской Федерации ветеранов «Желтых России». Для тех, кто не знаком с этой номинацией, скажу, что у нас есть зал славы, когда спортсмен набирает 100 и более очков, он награждается знаком. Тоже знак у нас ценный, из ценных металлов, золото и серебра. Вот, они все номерные, подписаны. Подписаны, Куликов Егор, знак за номером 006. За какие такие достижения награждается спортсмен? За каждую медаль на международных соревнованиях начисляются баллы. На чемпионатах мира за первое место 6 баллов, второе место 4 балла, третье место 3 балла. На чемпионатах Европы и Европейских играх первое место 5 баллов, второе место 3 балла, третье место 2 балла. На всемирных играх за первое место 7 баллов, за второе место 5 баллов, за третье место 4 балла. По совокупности достижений, когда набирается 100 и более, спортсмен награждается знаком. Куликов Егор, подожди, стал абсолютным чемпионом. Награждается кубком, дипломом, суба 2 балла, у него суба балла была 432. Также мы хотим наградить команды, которые не смогли дождаться награждения, уехать техническим причинам. Команды Красноярского края, занявшие третье место, представители полуостровов. Получите заслуженную награду. Узнаем очень сильную у вас команду. Представитель команды Солнечко, область команды, шли у вас 6 место на прошлом футболе России. В том числе областью, к сожалению, там чад опять нет. Кубок будет шлиться у нас следующего кубка. А сейчас перейдем непосредственно к нашим соревнованиям, к 21-му открытому кубку. На балл мурашом 100 чеков набрали. Ну, не бреется, не бреет. Вот, ну, мнение ЗАГСа, как с собой все это, и нацеление с собой. На общее собрание. Нас приглашают вообще на общее собрание. Просто я думаю, ты его, наверное, не дождешься, да? Ты ездишь в общее собрание. Да. Послезавтра? Да. Послезавтра. Будет? Вообще, как-то, по тракте на общее собрание. Вообще, на общее собрание наградим. Все, да, все награды вот здесь. У нас просто приглашают там вот. Под шестым пунктом на общее собрание. Итак, снова представляется генеральный сектор Федерации Захарова Александра Алексеевна. Зачитаю сейчас повестку дня. Это те вопросы, которые присылались мне и просто были составлены на основании работы Федерации, которые мы сегодня обсудим. Значит, первое, это... А, награждение команды мы уже произвели. Второе, отчет мандатной медкомиссии. Третье, взвешивание спортсменов на соревнованиях. Четвертое, размещение протоколов на сайте в режиме онлайн. Пятое, опрос спортсменов, женщин, с какой возрастной группой им хотелось бы поднимать в один соревновательный день. Шестое, выдача документов, стипикатов, дипломов, паспортов, ранее проходящих соревнований. Седьмое, работа судейского корпуса на соревнованиях. Восьмое, использование и привлечение волонтеров при проведении соревнований. Девятое, соблюдение тех безопасностей на месте проведения соревнований и бережные отношения к иммунному гору. Десятое... Пока проходит совещание, и у кого-то возникнут вопросы, вы можете либо в процессе собрания, либо по окончанию дополнить своими вопросами эту повестку дня. Ну и приступаю сразу по второму вопросу. Это отчет мандатной комиссии. С чего начать? С количества группов. Группа М-85. Один человек, это Зубов Василь Петрович. Группа М-80. Два человека. Это по предварительным заявкам я даю данные. Группа М-75. Десять человек. Семьдесят. Двенадцать. М-65. Восемнадцать. М-60. Семнадцать. И вот единственные две группы многочисленные. Это М-55, М-50, М-27 и М-28. И уже сегодня при регистрации мне поступило предложение, ну или просто как вопрос был задан, будут ли делиться потоки на две части, не выделяя их по потокам. Просто разделение, допустим, на пополам, там, двадцать восемь по четырнадцать человек, чтобы сначала четырнадцать человек поднимали, потом пошли отдыхать и остальные четырнадцать человек. Вот это можно будет сегодня обсудить, как быть. М-45, четырнадцать человек. Да, сказал. М-40, семнадцать человек. М-35, шестнадцать. М-30, восемнадцать. Но в М-30 еще будут больше людей, потому что звонили уже и поздние заявки были. Я уже в поезде не мог регистрировать. Это позднее было. Ну, в общем, вот такой расклад. А, сейчас скажу, сколько региона было. Появился, зарегистрировался новый регион, это Курганская область. Можно поздравить и тот. И тот с моментом моего ведения учета как-то. И вот как раз Николай интересовался сорок регионов по предварительным заявкам, сорок регионов из шестидесяти восьми. Ой, из восьмидесяти пяти. Десять женщин, сто девяносто, ой, сто восемьдесят мужчин. Всего сто девяносто человек. Да, это все предварительно. Расскажу такую статистику, что когда у нас была регистрация в электронном виде, то есть присылались мне на электронную почту заявки, у нас общее количество сходилось с тем количеством, которое по итогу получалось. То есть, если там приблизительно 150 по предварительным заявкам было, то и приблизительно 150 у нас в итоге все равно участвовало соревнование. Неважно, кто-то заявился, не приехал, зато вместо них кто-то не заявлялся, но приехал. Ну, такая вот была статистика в течение буквально там трех соревнований. Постоянно именно этот результат. И вот когда стал у нас новый вид регистрации, это по электронной кнопке на сайте. Видимо, то ли вот эта вот легкость регистрации, то есть люди, то ли маняты это людей, которые вот как бы неизвестно поедут или нет, они «Ай, дай-ка я вот нажму кнопку, это же так просто, и зарегистрироваться». И я провел такую статистику, их всего две, двое соревнований, пока у нас будет проведено, приблизительно 10%. Я так прикинул, 10%. То есть, если зарегистрировано 190 у нас участников, то можно ожидать, что по итогу приблизительно 170 человек можно ожидать реально приехавших и участвующих на наших соревнованиях. Как вы просили вообще, вы не будете показать, на каком мы участвуем? Мы-то сказали, для кубков. Для кубков в России это довольно высокий показатель за последние 20 лет, наверное. Вот такая обычная статистика 130, 140, 150. В среднем это 130 человек на кубке России участвуют. Если на чемпионате России чуть больше, то 100, консерен был облачан, 2300, 122 участников. А в России у нас гораздо меньше участников. 170 участников, это довольно высокий показатель. А вверх 70 нельзя паркнуть. Вот вы все группы сейчас по категориям поставили. Спасибо. По категориям сейчас зарегистрировано, кто приехал и уже зарегистрировался, это 49 человек. Практически 1 от 3. Третьего расскажу. Группа М-85 уже не был, Зубу Василия Петровича 1. Значит, М-80. 1,77 и 1,62. М-75. 1,69, 5,77. 1,85, 1,94. 1,105, 1,105. До какой группы произносить? Потому что дальше будут до заезда и все и уходится. М-80, общая... М-80, общее, чтобы он взвалить, по-разному. М-80, просто смотрите. М-80, а-60, а-60. М-80, а-60. М-80, а-60, 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 а-70. М-60... М-60, а-60... М-60, а-60. ну если я буду еще и эту таблицу заносить и тогда их не буду успевать я говорю по предварительной заявке ты много от меня требуешь как я могу делать и то и другое пусть там второй человек тогда сидит и ведет эту таблицу соберяется реальный переслушивание когда мне это делать скажите когда мне это делать ко мне сейчас подходят и говорят а не регламент установите мне пожалуйста давайте в 4 его заканчиваете я буду вам два часа заполнять эту таблицу и давать вам на основании реально приехавших реальные данные вот вас в частности но регистрируйтесь вы предварительным заявкам будут точные данные для этого же это сделано для того чтобы облегчать труд мне там например и еще как обычно в начале дня ну или в течение дня там если три потока там в середине дня можно подойти ко мне на 100 там я буду сидеть за столом я буду распечатывать на именно на этот день всех участников реально зарегистрировавших ну как обычно вы же знаете и там по вашим критериям по группе там 40 45 можно увидеть всех участников выделить там свою посмотреть весовую категорию и узнать то есть на на данный момент на сегодняшний день выделить я его для этого и существует пункт вот я зову по поводу волонтеров кто желает помогать пожалуйста приезжайте сейчас сюда приходите особенно приветствую сети кто работает с компьютером пожалуйста привозить с собой ноутбук я вам дам эту таблицу и вы будете вот иванов пришел ко мне регистрируется я собираю деньги вы же как пришли суете мне а мне надо денежку собрать медицинские справки ваши проверить страховые полюса это раньше этого не было с вас деньги собрали и все а сейчас же мы по правильному все это делали почему вы оправдываетесь вы проводите соревнования мы к вам приезжаем у вас должно быть все готово мне в одном лице люди расскажут каждый делает свое дело подождите как понять как понять вам должны что у нас есть давайте разберемся кто у нас нет президент федерации секретарь все больше никаких рабочих единиц нет хотите вы бы быть давайте приезжайте так вот по поводу раз дошло дело до волонтеров если кто-то умеет работать с компьютером привозите ноутбук и когда дам вам таблицу и я буду делать свою работу вы опрашиваете этого человека брать у него данные и заполнять выносить эти новые данные в новой таблице пожалуйста собрание будут опять же не точнее же данные это данные на основании предварительных заявок а весь есть люди которые не приезжают а ну дальше надо рассмотреть вот эти две группы где 28 участников будем ли да будем делить по колонии по факту по факту еще факт неизвестно оставляем пока так нет просто спрашивай если не будут они 28 лет выступать не будут пока ничего не лачить и большие группы где будут больше там двадцати человек будут делиться на два подобных одновременно выступать 30 и будет однозначно если группе там двадцать пять двадцать восемь тридцать пять человек они будут делиться на два потока на два потока на два потока взвешивание взвешивание переходим к следующему пункту это взвешивание спортсменов на соревнованиях на московских соревнованиях на чемпионате москвы ко мне подошло спортсмен и такую претензию свое предъявил что взвешивает плохо неграмотно и попросил создать такие условия чтобы взвешивание происходило по всем правилам чтобы там не было с одного региона как как правило проводящая сторона чтобы не было не привлекались мало молодежь там малолетние ребята лишь просто сидели для галочки а чтобы действительно потому что спортсмен подходил что он говорил я своего соперника знаю наизусть потому что не один год выступаем и прекрасно знаю как он выглядит в одну категорию или в другой я ведь не верю что он сегодня поднимал в моей категории его нужно рассмотреть просто колосов или нету он подъедет позже но вот нам надо рассмотреть каким образом нам надо взвешивать и переходим к четвертому тогда размещение протоколов на сайте режиме онлайн ну онлайн это имеется ввиду на сайте федерации будем стараться чтобы день в день практически или с опозданием в один день эти протоколы размещались на московских соревнованиях не получилось получилось только один первый день потому что там долгий переезд до гостиницы питание приходилось искать где покушать возвращались короче очень поздно но здесь вроде как близко постараемся постараемся чтобы они появлялись практически сразу и пятое вот был вопрос ну вопрос был такой ну здесь он звучит так опрос спортсменов женщин с какой возрастной группы им хотелось бы поднимать в один соревновательный день то есть как правило у нас заведено что женщины поднимают все в одной в первый день вместе с м8 10 85 ну просто было такое что я не помню кто ко мне подходил да вот единственное чемпионате москвы было по другому там немножко разделили это было желание организаторов ну это другой вопрос а как им предпочтительно как им предпочтительно они выставили о чем здесь вы скажете это сокровать проводят организаторы единым потоком и все все вопросы правильно сейчас женщины которых присутствуют есть желание ну как оставить так как есть или выходите там в группу с более молодыми например ну какая разница конечно ну все единым потоком если они будут женщина выступать ой с мужиками выступать как каждая будет идти сам за собой не не милость имеется ввиду в другую в другую либо в другой день либо в другую группу в другую группу с другими возрастными группами возможно такой вопрос поступил знаете из чего когда одна подряд уходит или по отходу в руки все остаются так как есть конечно вот это наверное всего за это если они будут выступать со своими это м55 допустим может она будет идти сама за собой вы не поняли вопрос сейчас у вас женщина выступает в первый день они могут выступать и последний день своих потоков могут и в середине выступать своим потоком ну да вот на Москве было много молодежи сейчас наступают выступают 85 M80 M75 M65 M60 потом женщина а потом M55 5 просто женщины могут в начале в середине или в конце выступать перед последним потоком вот в чем вопрос женщины хотят в начале все вопрос на крыше все так все в начале всегда в начале вместе с вас видят никто никого не не придвигает просто поинтересовались у вас потому что на московских соревнованиях было много молодых девчонок и они задали мне такой вопрос почему именно первый день они гриф не будут это они в свой поток выступают они в свой поток выступают женщины конечно в женском так что мы сначала выступим 4 человека 8 7 8 нет все вместе все вместе перекатываются просто гриф вы поменяли и все а идут уже в предыдущих соревнованиях правов отказался участвовать с женщинами вот допустим у них у М-80 был свой айтерпозор так а может быть им сделать так необычно эти мужчины айтерпозор отказался то есть женщины не поступают айтерпозор 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 в общем решение есть оставляем как есть шестой пункт выдачи документов ранее проходящих соревнований так минуточку в федерации вот несут часть дипломов которые не нашли своих владельцев пожалуйста с того региона где-то спортсмены Евгений Белов да есть иванов по-моему это Эдмонтона по-моему 2005 года уникальный конечно здесь с туризм есть Рудольф Гайдух рекорд в рывке 117 килограмм М-45 Гайдух ждать Рудольф какой регион Воронеж есть у нас воронежский собрание дальше у нас будет на общее собрание также вручение с Кубка России Шалаумов Владимир Владимир Владимирский есть у нас Владимирский область давайте Муром М-55 спасибо Аль-Поклопов Шалаумов это Чечня нет у нас в Чечне никого? нет Александр Шокотов это Новгородский да? Шокотовского здесь нету? нет но мы еще на общее собрание Казадой Михаил что он ушел нету вам? был ушел но он дети сравнили вручку был Лилюшкин Николай никому не известно да? мы еще на общее собрание будет перекличка и на если он на двух таких соревнованиях спортсмены им вручим еще есть два загранпаспорт просроченные это Шабанов Анатолий Кемеровской области Усульцева Ольга Томской области там что-то нет? дальше седьмой пункт работа судейского корпуса ну голосов или нету перенесем тогда на собрание восьмое использование привлечение волонтеров в проведении соревнований вот мы уже затрагивали этот вопрос по поводу помощи если есть еще раз ну сейчас возрастные в основном мало кто пользуется компьютером но когда команда более молодая подъедете вы можете сказать что если у кого-то есть желание в частности помочь то как можно протоколы еще быстрее разместить вот как раз помочь я бы дал таблицу Алексей Ручев даст протоколы прошедших соревнований рабочий вариант и этот человек просто сидя за компьютером мышкой он просто переносил бы эти данные потихонечку и к вечеру были бы готовы протоколы а в гостинице я бы уже бы разместил то есть если есть у кого-то такое желание пожалуйста подходите ко мне там и он перенаправит и еще желательно бы волонтеров искать на месте проведения соревнований главная семья например приехали в Красноярск они не спортсмены приехали в Красноярск например некоторые молодые слоняются все команды приехали вот он хочет помочь если угорит желание это можно сделать и инициатива инициатива не наказуем то есть александр можете спокойно обращаться может кто-то тот и сделать рассмотрим инициативу но еще можно я не знаю поддержит меня такой вариант или нет если бы был такой человек который находится все 3-4 дня если бы он занимался конкретно допустим переносил бы эти протоколы то можно было бы например засчитать за судейство например то есть такая вот не эпизодическая работа пришел там сделал чуть-чуть все я в суде поработал а вот именно прийти там поработать ну может быть нам лучше постоянно и Денисова тебе помощника да с удовольствием бы пожалуйста приезжают все одними днем одним-двумя днями приезжают вот что дело и я вот не знаю вот Николай ушел ну нужен ему какой-нибудь волонтер который бы подписывал дипломы потому что в прошлый раз девочка какая-то выписывала но на каких-то соревнованиях по моему в красном миру ко мне подходил кто-то из спортсминов говорил а давайте я буду выписывать давайте я буду выписывать то есть желающие в принципе есть просто вот надо как бы кликнуть может быть ну ладно значит перейдем восьмое использование девятое мы седьмое проскочили на работу судейского аппарата ну судейского аппарата проскочили я сказал нету Ильи Колосова который хорошо она завтра кто судит а кто судит это вместо после завещания подписывает и ведет Алексей Ручев если у кого-то есть желание за команду то тогда после собрания или сейчас я вопрос хочу задать пожалуйста скажите пожалуйста в Москве по результатам командных соревнований было бы следующее у нас положение противоречества а у нас теперь либо или или если оплата судьям осуществляется то извините тогда никто не обязан представлять если все места судьи забиты и они оплачены то судьи должны представлять любую региону они наказаны за то что судей изъявили желание какого-то региона посудить а им сказали извините все места уже распроданы и команда решит четвертое место что сейчас произошло да знаете как получилось дело в том что мы оплачиваете все судья которые оплачивали судья за всех либо если не оплачиваете тогда судья обязаны каждый регион я отвечаю я отвечаю если вы закончили я отвечаю у нас строгий регламент положению с команды должны выставить судей и мы этому следуем но на московских соревнованиях организатор безбородов Алексей он привлек я не знаю откуда он изъял средства он решил оплатить работу всех судей тогда почему это его личное желание организатор то есть все равно что Николай сейчас тогда почему Нижегородская область третье место задвинули на пятое будьте любезны верните нам третий приз вот и все задвинули это по делу отняли на части Курнева когда все места судья скепли распроданы для нетуровления будьте любезны почему все а как понять распроданы то есть я судил нет все все судья которые желали судить могли быть привлечены вам еще раз сказали что у нас даже знаете как было было много судей и их даже ставили как они называют техническими контролерами в частности так вам правило и говорят что все с тобой уже судей заняты в последний поток это лишили места почему непонятно а в предыдущих потоках не было технических контролеров их сделали когда он Берестов выступал там стоял технический контролер там стоял было много желающих судей вы меня не мы предлагали услуги вы не отказали сказали что уже набрали подозритель подозритель а кто отказал кто отказал вы только сейчас сказали все места были заняты ничего это и с вашего слова сказал Кручьеву обращался был такой что они обращались но московские там поставили своих так вы же могли техническими контролерами пошли могли они сделали они это украли там московские все были не ну это надо было московские замер почему сейчас они это просто попал 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 ты говоришь ты говоришь это я говорю это вот Алексей а он заставляется да 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 я об этом не сперва сейчас вот это что вы решили а он решился а а нет не знаю не знаю я попал попал вообще вопрос правильно основном было в московске еще есть а наоборот когда до меня даже не я не 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 Я сделал положение, я сейчас не буду вопросов. Девятый пункт. Соблюдение техбезопасности на месте проведения соревнований в бережной отношении к имуществу. Я просто напомню про соблюдение техбезопасности. Каждый раз говорю, но повторюсь, хоть это одно и то же. Когда вы тренируетесь или на соревнованиях пользуетесь инвентарем, старайтесь бережно относиться, если что-то испортили, не надо скрывать, подойдите к организаторам и тем, кто проводит соревнования, скажите, что там сломался, как вот у нас, не помню, где в Балаке, что там гриф сломался или помост где-нибудь развалился. Потому что лучше заранее сказать, чем потом сторона проводящая увидит, что что-то испорчено. И такой негатив сложится и будет меньше желающих. У нас так мало регионов городов, которые желают проводить соревнования. А вот такие моменты, они будут еще больше негатив вносить. И просьба на самих соревнованиях, тогда, когда спортсмен поднимает на помосте, как-то стараться реально оценить свои силы, делать так, чтобы штанга не улетала сильно за помост, чтобы спортсмен не выходил за пределы помоста, там аж на несколько шагов, как вот было на некоторых соревнованиях, и приходилось бросать на пол. Но здесь вот пол видно, что старое, а бывает соревнования проходят в каких-нибудь там волейбольных, баскетбольных площадках с хорошим покрытием. Поэтому старайтесь реально оценить свои усилия. Десятый пункт. Слияние регионов Крачаево-Черкесии и Старопольский край. Это тоже должен был кулософ или я рассказать, но то, что я, в принципе, более подробно, если нужно, на общем собрании скажу. А что я знаю, он сказал, что эти два региона, у них давно уже ФМС один на два региона и, ну, как бы формально они уже оба служат как один регион, это Старопольский край. И просто чтобы вы все знали, что если спортсмен там с Крачева-Черкесии, он может выступать за Старопольский край. Вот. Надеюсь, никто не против будет, если ты узнаешь. Пока один случай, один спортсмен пока вот выступает, таким образом. Одиннадцатый. Приемы заявок от городов на проведение будущих соревнований. Есть ли желающие представители каких-то городов? Нету? Ну, в прошлый раз в Москве мы предлагаем. Сейчас я услышал, конечно, что вроде бы опять чемпионат России будет как бы в Москве. Правда, если нет, я не знаю. Но там как бы в связи, знаете, ситуацию, которую я вообще сейчас вам присутствующую доведу, в принципе, доведу. Я не знаю, как нам проводить, потому что здесь немного. Я брался за это дело. Мы обсудили этот вопрос. Вот. Обсудили в администрации по поведению. Это важное поведение у нас. Вот. Как бы, вроде-то, ваша область, понимаете, да? Вот. Вот. Ну, не знаю, как. Да не все. Ну, в принципе, все. Двенадцатый пункт это разное. Поэтому, если у кого-то есть, ну, там, свои пункты, свои вопросы, пожалуйста, по очереди выступайте. И хочу, чтобы немножко, ну, регламентировать, десять минут на обсуждение. Нет, мне надо вопрос буквально одна минута за одну секунду. Так решите вопрос в нашем третьем месте. Окончательно. Ну, да. Вот мы отложили на это, на потом. Мы в процессе, вот так как это был там какой-то пункт, просто отложили на более последний. Хорошо, понятно. Ну, и теперь можно мне тогда. Я взбодрю немного. Здесь лишний состав. Чуть-чуть. Кое-какие моменты, может, скажу, касающиеся меня. Это интересно, как я не один. Это интересно, почему я хочу вам это сказать. Потому что многие, многих одиннадцатого не будет числа. Здесь, в общем-то, старший состав собрался. Вот. Ну, вы, наверное, в курсе дела, что несколько человек дисквалифицированы, как бы, не имеем права выступать на международных соревнованиях. Я поясняю это дело. Ну, начинаю как? Ну, так вот. Во-первых, уважаемые ветераны, значит, спасибо всем, что приехали. Да. Вы на соревнованиях на клубах. Ну, потому что мы, ветераны, штангисты составляем генофонд российской тяжелой атлетики. И сохраняем наш вид спорта, показывая пример верности своему виду спорта, пример силы и долголетия. Далее, интересно. К сожалению, надо сказать, что некоторые, в частности, ну, я прямо скажу, наш президент, Владимир Пантелеевич, ну, всеми он, как бы, нами уважаемый. Ну, надо ясности внести, товарищи. Во-первых, у нас общественная спортивная организация ветеранов. Общественная, не гонерческая, а общественная спортивная организация. Имеющая, должна иметь устав федера. Я хотел бы узнать, есть ли у нас такой устав, и где именно сказано тот фунт по дисквалификации спортсменам. И главное это, дисквалификация за самостоятельность. Владимир Пантелеевич не понимает, что такое самостоятельность. Не знаю, вот, за самостоятельность. Как можно, так вот. Нам, пожилым людям уже 70 лет. Причем дисквалифицировать, ну, давайте, вот, Василия Петровича Зубова. На два года дисквалифицируем, человеку 86 лет. Будет наметнее. Или Александра Прогнова дисквалифицируем. На два года. Ему тоже за 80. Мне 70. Мне 70. Другим тоже. Несколько человек. Давайте дисквалифицируем. Ну, не стыдно ли? Это вообще хольчунство. Я считаю. Ну, это ладно. Вот. Я уже сказал. Значит, добровольная спортивная организация. Добровольная, общественная. Вот. Во-первых, кто такой снег нашей федерации? И вообще, федерация у нас существует или нет? Федерация подразумевает юридически оформленная общественная организация. У нас, я покопался в интернете, юридически оформленная федерация это. Санкт-Петербургская, наша Нижегородская и Калужская. Была Калужская. Сейчас не знаю. Я буквально месяца полтора назад смотрел, где был. Там полтора нет. Красноярская. Последний тоже. Нет, была. Красноярская была. Вот. Была. Самарская. Самарская нет. Я не видел. Так. Если я ошибаюсь, то покажите мне, пожалуйста, свидетельство о регистрации. Вот. Вот. У нас оно. Я привез сюда. Свидетельство о регистрации. Пожалуйста. Вот. Раз. Свидетельство о регистрации нашей федерации. Вот. Так. Может быть, может быть, и есть, но я не нашел. Есть, пожалуйста, устав на устав федерации. Это все юридически, значит, оформлено. Так, это, рассудите, пожалуйста, как может президент не зарегистрированной федерации иметь право, обязанности, полномочия, дисквалифицировать кого-то там. Ну как так может? Да даже этого и устава-то не было нигде. Ни в каком уставе. Вот у нас старейший представитель нашей федерации, который вам скажет, что нет ни одного пункта, говорящего о дисквалификации спортсмена. Мы что? Я посранил честь и достоинство российского гражданина за рубежом, а я десятый год ездил. Мне лучшему спортсмену 14-15 году вручили. Я вручил он, господин Сущак, две таких вот штуки. 14-15 годов. Вот. Лучший спортсмен. Я где-то посранил честь или кто? Я понимаю, есть ли за рубежом достоинство российского гражданина, посранил там все. Понимаю, можно. Но у нас спорные вопросы по делам. Я, кстати, все лето ездил в министерство. Ездил к Сердцову. Из министерства позвонили. Позвонили, значит, Сердцову. Сергей Александрович, сделайте все возможное, чтобы эти пять человек, которые были в заявке, кстати, в этой заявке были все, многие, которые, которых Сущак включил. До чемпионата мира. Был там и Тихенко, был и Сидорок в этой заявке. Я письмо написал, и пусть в этой заявке будут все, кто... Ну, Сердцов, конечно, он пришел к Сердцову, когда Билл Бартон прислал письмо, а у меня переписка, вот у меня все письма, переписка с Висхудсии, с Денисом, с Биллом Бартоном, она вся есть. Когда прислал письмо, мы не понимаем вас. Сущаку прислал письмо, мне и Сердцову. Заявка должна быть подписана от одного человека. Мы это прекрасно понимаем, я ему и написал. Мы понимаем прекрасно, что заявка должна быть от одного человека. И, кстати, закон 329, статья 16, Сердцов отвечает в жильцерадский спирт. Но, Сердцову была представлена заявка на 30 человек, Сердцов ее не подписывал, вот заявка. Сердцов не подписывал ее, вот она. Он мне ее дал, эту заявку. Вот. А потому что он сам отстранился. Хороший мужик, Сердцов. Нормально. Он мне говорит, слушай, а давайте будешь президентом. Федерации. Я говорю, знаете, Сердцов Александрович, ну, я уже не молодой, хотя я могу не справиться. Вот, нормально. Мне помогает, мне внук помогает, он английский в совершенстве знает там. Все это, ямундачу это. Вот. Назначил встречу, Владимир Пантелеевич, со мной. И не только со мной, мы были Шанин, я, Харитонов. Четыре раза я был, один раз я с Шанином был, второй раз я был с Харитоновым, и два раза один я был там. Ну, не могу, это вопрос жизни и смерти для меня, в конце концов. В общем-то. Ну, не могу я так просто, не может быть такого, вот, чтобы взять и дисконфицировать. Поймите меня, ради бога. И это не у вас может быть. Да, у меня очень много вопросов. Но я-то затеял это дело после того, как мы в Японию подали заявку. Он прочитал по интернету, что мы заявились, там, 10 человек. Кроме меня, я не первый заявился. Я не первый заявился. Кроме меня, Мухотова заявилась, там, Мурашов заявился, самостоятельно. Но мы не самостоятельно. Мы-то подстраховались. Нам подписал заявку вице-президент России. Максим Абдул-Меджидов. А он нас за самостоятельность. Нет, если бы он был помощник федерации, членов федерации, он бы позвонил. Так, Александр, вы что там, это, дурака валяете? Давайте-ка я сам. Вот. Но человек-то просит 55 долларов за это. С какой стати я пенсионер, должен 55 долларов, да, он тут оправдывает, решением собрания было принято, чтобы с каждого 55 долларов. Извините меня, почему я должен, вот вы проголосуете, кто не едет, допустим, на мировой чемпионат, 55 долларов, давайте ему на поездку. Человек молодой, 55 долларов, то есть это самое. Ну, берите деньги, я хожу к Лариусу, дайте мне в ресторане, по рублю там, на поездку, на чемпионаты мира, там, куда-то. А я в прошлом году ему 4 раза по 55 долларов отдал. За что? Я его услугами не пользуюсь, ребята. Я уже, я при Никифрове не пользовался услугами, только заявку. Как вы считаете? Вот эту вот заявку, которую он дал Швецову, вот я всех подчеркнул, кто был, 30 человек. Было 22 человека. 8 почему-то не было. И нас, пятерых он не включил. Итого, 8,5-13 человек из российских спортсменов, причем сильнейших, Шанин, обладатель мировых рекордов, я обладатель мировых рекордов, Харитонов обладатель мировых рекордов, и, ну, Сидорок, включен. Сидорок, он, это вы знаете такого, товарища, знаете, мы вместе с ним тренируемся. Я тренируюсь с ним. И он мне даже, он мне сам советовал кое-какие вопросы. Писал мне, по письму, кстати, вот по этому письму, когда в Японию мы съездили, то есть, в Японию заявку подали, мы в Японию заявку, он сразу написал в интернет письмо, что эти товарищи будут наказаны за самостоятельность. В ответ мы ему составили письмо, уважаемый Владимир Пантелеевич, в настоящее время, имея интернет, каждый гражданин, владеющий этим интернетом, способен самостоятельно заявиться, купить билеты, это будет гораздо дешевле и быстрее, оперативнее, гораздо, знаю это, значительно быстрее. И самое-то главное, я вам скажу, вот мы Мурашову, Терешко, мне, Дмитриеву, поездка встала с питанием, со всем. Кто ездил в Японию? Поднимите руку. Сколько встала поездка вам? Не помню, а я помню. Нам 60 тысяч с питанием, билеты, с проживанием, а проживали мы вместе, с Усяком. Так получилось, что мы проживали с ним вместе. Так получилось. А люди отдали по 120 тысяч, по 130 тысяч. Присылали 147 тысяч, что ли, было? Присылали. Я уж не знаю, я не буду там всталаться, хотя я знаю, подробно. Вот. Так судите сами, кому выгодно, как выгодно ездить? К сожалению, Александр, время ваше стекло, 10 минут прошло. Все, я понял. Вот. Теперь я продолжу. Чтобы не было никаких кривотолок, не было никаких... Сейчас я расскажу. Я отвечу. Я отвечу на эти вопросы. Зачем же забыли эти вопросы? Это вообще-то повестка общего собрания. А вот на общем собрании мы повторимся, потому что будет другой народ. Единого слова, я не знаю, когда вы делаете свой водолом. Единого слова не вставил. Хорошо. У меня время кончилось, Харитонов 2. Мы слушаем вас. Не, не, сейчас я поговорю, потом вам дадут 10 минут. Я говорю, самым парнем позже корнем. Почему? У нас порядок усил один. Вы выполнили в среде нас равность. Не забывайте об этом. Болос, говорит. Я рассчитаю первое письмо по полномочиям по правам человека для Российской Федерации. Я очки забыл, про это. Обращаюсь ваше внимание, что письмо загрузить для министра спорта, туризма, молодежи политики Российской Федерации наборных, но не будет номер такой-то. И действия руководителя спорта, кто бьет в среде рации на правильный запрет ветеранов спорта, самостоятельно заниматься спортом и свободно проводить и выезжать на свободный разговор соревнований, группа нарушает права граждан область физико-культуры спорта. Федеральный закон о физико-культуре спорта Российской Федерации не рекоментирует это хорошо в кавычках, в кавычках, занятия спорта ветеранам и предельными соревнованиями. Право ветеранов спорта, людей пожилого возраста гарантировано декларацией ООН Международной Харсии физического воспитания спорта предельной генеральной конференции организации педренных наций от 78-го года. Прочее, Федеральный закон о физико-культуре и спорте Федеральная закон общественной организации за счет родописьмой инструкции и нормативные законы акты не могут судить или ущемить эти права. Однако уже имеем место попытки со стороны дорожных лиц и со Российской Федерации по этому спорту достигнут эти права. Особенно я не знаю, картина представлена в геремо о спорте наверное кто-то знает я не буду про него читать дальше поговорю Ветеран спорта независимо от всей Российской Федерации дорожных лиц они им не подчиняются и свободы заниматься спортом приезжать и проводить соревнования и уезжать на них Россия под любым названием Должназдырицы могут признавать или не признавать их соревнования но запрещать эти соревнования и должназвительного преступления и попыт создать монополию профессионного сбора в спорте что является нарушением российского законодательства мы направили письмо с проверкой в сражении было установлено что уважаемый президент был ранен судим за мошенничество мы послали письмо нам сначала отказали мы направили на доследование и нам пришло письмо в котором вот 29 сентября совсем недавно сообщаю вам что ваши жалобы по купившим агентским в прокуратуре рассмотрим в порядке установлен в конкурсе 124 упоказанных федераций и только распространение предпрежнений о полном завершении вашей жалобы разъясняю что данное решение может быть обжалован и так далее агентский сообщает что материал проверки по вашему обращению вы можете ознакомиться в луке российских и так далее так же сейчас будет возбуждено уголовное дело против президента федерации дело мошенничества по 13 секундам в ходе проверки доктор в жалобу установлен что по критерному заявлению Курни Перешков Козева и так далее вынесенное постановление о проверке Ногинской прокуратуры данное решение признано предъявлено в связи с этим отменяется ранее признанные материалы и таким образом жалобу Курни будет удалена на основании сложного руководства статьей 124 УПК России постановил удалить жалобу Курни о чем ему намет разъяснить заявление порядка обжал решение порядка Цибири Ногинского прокуратуры в связи с инвестицией в Горде А теперь существует конкретных моментов Одним из пунктов является в 2014 году мы выезжали на Кубок мира на Китивань там команда выиграла первое место за первое место команде должно было быть миллион 1700 долларов эти деньги в случае присвоил себе мотивируя тем что чуть я на вас на 32 человека выезжавших буду делить хотя за команды выступало 8 и 2 дополнить то есть всего 10 человек даже на 10 поделить 172 неплохая цифра как считаете а 170 на 1 это тяжело поделить или на 32 а на 1 вас досталось это хорошо это присвоение это мошенничество об этом уже скажем дальше следующие моменты когда нам следователь звонил мне звонил Шаня звонил Харалькова задавал вопрос какие были факты с вас добровольно принудитель вымогательства когда я в Красном Яре в 2014 году после чемпионата России говорил я собираюсь ехать на Кичевань будьте любезны информировали что вы меня заявили сюда без меня согласия и 2500 рублей я тебя не приму по какому основанию я должен создавать команды я в конце концов я тебе буду оказывать услуги я купил билеты за свой счет снижение Новгород в Баку приехал в Баку схожу в аэропорт спрашиваю по его обещанному что будет мне заброненное место билет прокурорка судам да вы что никто и не подходил в итоге я сутки там в 3-х часов ночи до 3-х часов ночи в 4-х часов ночи проторчал в аэропорту заплатил сумму в 2-х часов ночи в 2-х часов ночи в 2-х часов ночи в 2-х часов ночи прилетел туда меня опять никто не встретил хотя должен был бы встретить я ему 2,5 тысячи дал в итоге их команда разделилась они помнят где Миша знали где а вы разделились на автокзале в страсте зачем ему заплатить 2,5 тысячи и не я не это тоже коррупция это вымогательство довольно приблизительно с этим тоже будем разбираться следующий момент если вы говорите что вы очень хорошо вы работаете в связке вы президент и федерация и секретарь то объясните мне почему до сих пор на сайте начиная с 2014 года мировой рекорд в теории 62 килограмма 85 килограмм установленную на Сичевале имеется место протокол имеется место спецификат очистит там трокер а трокер молчит работа его не касается я с этим не согласен позвольте это фальсификация два года уже с лишним рекорд пишем то постоянно трохим рекорд а уже близко и следующий момент по слову всего происходящего Александр Александрович не сказал это по крайней касается тех кто не выезжал по темным причинам не судорограмм не судорограмм а когда он захочется поехать он будет поставить и следующий момент наверняка среди тех кто не судорограмм деньги уковерз и прочее пока если у вас есть спонсор вы не считаете деньги как только у вас спонсор исчезнет вдруг и когда начали платить свои денежки у вас появится вопрос давать их и не давать а я считаю что должно быть так если спортсмен излил желание поехать и прислал ему деньги то уважаемый президент должен в течение 2-3 дней поехать если вы перечислили деньги и купить билет по той стоимости как он есть по выгодной для того спортсмен который едет а не грудистик 3 месяца и потом когда уже билеты стоят не 40 тысяч а 80 прокрутили через сбербан по своему счету а по лицевому счету федерации которая не существует и в итоге спортсмен выслал денежки которых порой не хватает и он его просит наслать дальше президент дошел до следующего момента это даже Никифоров не придумал Никифоров просил нас выслать стартовый взнос хотя там накручивал годовые всякие непонятные которых вообще не существовало он еще придумал статью как выслать суточные ему опять-таки прокручив по 2-3 месяца на своем банковском счету он потом их забирает в итоге наш президент не кисло живет он просто накручит себе 250-300 тысяч и ездит на них на даже соревнования а теперь я задам следующий вопрос и придет и секретарю для чего мы каждый из нас сдаем 300 рублей годовой взнос на что они идут и сейчас интернет и все прочее вы нас челябские билеты не даете вы нас с днем рождения не поздравляете и прочие для чего идут и деньги вам в карман уже интересен и только вам отвечайте на вопрос но были же вопросы вы отвечали на решение нет вы не ответили сейчас вы михаил павлович специальное видео снимаем для того чтобы могли смотреть те кто не не приезжает на снимание не присутствует на собрании и последний момент у меня еще три минуты и последний момент про систему штрафов уважаемые господа когда мы на течении подняли вопрос когда был в открытых стран вопрос о том чтобы дистрибитировать или заплатить штраф Николаю Шанину когда мы сказали человек травмировался на вышестоящих соревнованиях чемпионате мира а вы ее хотите дистрибитировать потому что не приехал на ниже стоящей соревнованиях чемпионата России я например пропустил весь пятнадцатый год по простой причине что был травмированный дважды попал в аварию у меня до сих пор зубов нету я специально не вставляю чтобы вам покатать потому что у меня их выбиты они я влетел в маршрутке сбил женщину в автобусе она потерялась с насильным образом получила мы привели к этому к ответственности и следующий момент выезжаю я на соревнования или не приезжаю это мое личное дело постоянное здоровье у нас чем старше становится каждый тем о здоровье не бывает это по определению выезжаю я могу или я не могу это мое личное дело и понуждать меня платить вам штрафы как индукцию искупать какую-то вину что якобы я перед вами чем-то виноват я не обязан вы для меня такой же человек только я для вас и не более и не менее а то что мы вас выбрали соблюдайте общественную организацию а не диктант с этим зале проводить я забыл как бы большая реплика не было бы этого вот всего сегодня если бы господин сидорог которому мы поручили как бы хотя и так смягчить все нулевой вариант то есть мы замрем это все осущать нас в ключ состав соревнований ну вроде как бы нехорошо там ладно худо-бедно работа ведется в федерации ладно может поправится может не будет он это брать деньги не будет штрафа не будет вот эти 55 долларов потому что ну пожалуйста ради бога кто желает давайте ему 55 долларов если он услуги вам делает но если он мне никакие услуги не делает к чему я буду а у меня в список есть вот 30 человек которые дали 55 долларов ну 29 вот да якобы собрание постановили на это так вот на нулевой вариант который предложил сидорог мы его потом спросили конечно если бы сидорог в Болгарию не уехал я бы ездить в Москву на месяц раньше стал но я надеялся что он уладит и что Владимир Пантелеевич нас как бы включит в команды в состав участников по его составу воевать не советую не надо но он не понял не внял но он не понял как мне сидорог сказал они заварили эту кашу пусть они и расплёкнули ну как там мацева сказал но не подумал человек что мы можем дальше пойти мы пойдем до конкурора расти нам терять нечего вот тем более сейчас очень много новых законов в принципе человек не пошел на нулевой вариант как ну мы тут при чем а лишать ведущих спортсменов вы приехали на соревнования остались остались всего то есть всего а мы этим мы этим поймли вы решили все достаточно можно я собрание федерации решать вообще собрание надо было а не совет предложение а совет нет нет я то расскажу вам все интересно вам все интересно я более кратко аргументирован расскажу сейчас закончу сегодня сегодня я еще вернусь к финансовой части мы сдаем из стартовых взносов мы все таки знаем мы сдаем стартовых взносов годовой взносов правда уже говорили годовой взносов вообще не понятно за что и про что и куда и кому стартовый взнос мы должны кто не берет мне нужен петок петок должен быть заверенный правильно я боролся с Микифором он печать поставит распишется я прихожу я был государственным человеком я работал в комитете сейчас мне министерство спорта помогает писать клубы ветерану дает деньги Михаил Павлович нужен четкий отчет куда сдал кто получил петки я привозил в прошлом году привез мне там Петеревич списан кто такой Петеревич я там пока они мне говорят кто такой ну президент общественные организации это Филькина грамота она на самом деле есть Филькина грамота сегодня мы сдали ну по две тысячи рублей тысячи девятьсот рублей кто получил петки никто никто я пришел к Захару мне нужен цветок и две подписи президент и казначей или бухгалтер и он начал меня тут крутить передо мной звоните президенту как мне быть вот Каракова требует такое я требую законно я даю я сказал не как быть вы не перевираете вы звоните да я спросил фамилию бухгалтера да я ее не знаю бухгалтера не ухакер нет вы же observer при very dire xd не знаете я ее не знаю плохо значит плохо работайте если не знаете какой я работаю я говорю я не здорово кому не нужно поправить либо квитки понятно ладно дают но вы давали когда вы проводил соревнования а вы давали? Кому можно? Всем вы давали, когда вы проведете свои сайты, а всем вы пишете? Я еще подкуру писаю, всем давали. И что, сейчас все подтвердят, что вы все получали от вас? А вы не хотите давать? У меня в организации есть. Я собираю по 200 рублей в клуб ветерану спорта, объединяет тысяч человек. Люди мне сдают, мне сдают, ну вернее, кураторам. У меня есть счет, есть ИНН, расчетный счет, господинский счет, отделение банка, который принимает деньги, которые я снимаю. Я за эти 200 рублей перед народом отчитываюсь. Как и нет. Я провожу соревнования по 1, середину спорта сам, среди ветеранов. На проведение соревнований дают деньги министерству. Ну вот за эти 200 рублей, которые получает, вернее, знает член клуба. Член клуба заполняет анкету личным делом, что я такой-то, прошу принять меня в клубу ветерана спорта, адрес свой пишет. А это не надо рассказывать, просто вопросы... Короче говоря, смотрите, за ответственность мне я чегось. Ответки посылаю. Ну ладно, все так, вот я буду. Александр, Александр, выступите, друзья, товарищи. Александр, корректон, а я же был у вас в блокне. Почему мне никто не дал корректон? Я был у вас на соревнованиях в Нижегородской области. Вы спросили его? Нет, вот товарищ... Вам давали, вы спросили его. Я прошу. Нет, нет, вот он говорит, что мы должны давать всем. Ну, как все, ну, по идее. Ну, он сейчас сказал. Вот, как это сказал. Если кому-то не надо, если никто не отчитывается, если его не командируется. Да вынимся, оправдаются. Командируется, и он уже... Так, пожалуйста, тишины. Уважаемые собравшиеся, спортсмены, члены нашей Федерации. Вот здесь вот было много красно-мечиво рассказано, могу сказать, что с полной ответственностью, что здесь... Практически все искажено, включая уголовную ответственность, там, по мошенничеству. Все это просто выдумки этих людей. По каждому пункту я готов ответить развернуто. Если мне будут задать вопрос, я все отвечу. Все началось, я так думаю, с того, что Александр Курнев стал лучший спортсмен 2014 года. Далее он стал лучший спортсмен 2015 года. У него сознание, наверное, немножко изменилось. Он подумал, что ему ни подбластны, ни правила, ничего. Он становится особенным человеком, которому он не будет подчиняться ни российским, ни международным, ни каких правилам. Потому что он единственный... Нарушил? Да. Кто из людей скажет, что я зазнаю никуда? Я скажу, я скажу, что вы перестали подчиняться нашим правилам. Это чего? Когда вы говорили, я молчал. Какие правила? Когда вы говорили, я молчал. По нашим правилам, по нашей федерации все выезжающие спортсмены международных соревнований присылают 50 евро за услуги, за оформление. Сразу объясню для тех, кто не понимает. Это подача, это реформы. Это реформы, это, к примеру, чемпионат мира, это 12 листов аккуратно заполненной бумаги. 30 человек, это 420 листов поданы в секретариат, в международный секретариат. Для Курмива нам было достаточно, чтобы нас приняли. Знаете, человек скажет, что вас не переживут. Вот Александр Курмив начинает говорить предложение и в предложении сам опровергает сам себе. Он оказался в такой ситуации, что он желал участникам быть чемпионата Европы 2016 года в Дахичеване, быть участником чемпионата мира 2016 года. Я молчал, когда вы говорили. Я занятку не пошелал. Не желал броню. Он, это информация от организатора, который, не организатор, что такой-то, пытается, но, тем не менее, его желания не были удовлетворены. Он, к сожалению для себя, для всех остальных, он не участвовал на международных соревнованиях. Я говорю про такую фразу, его письмо. Потому что в современном мире современный человек, обладая компьютером, может спокойно подать заявку, купить себе билеты и стать участником международных соревнований. Вот. У него сын совершенно владеет английским языком. Ну, владеет совершенно английским языком. Вот у нас есть в общем доступе сайт Международной Федерации, где четко прописаны правила Международной Федерации. IVF Мастерс, где человек, который владеет соревнованием английским языком, может спокойно ознакомиться с ним и довести доследование для сведений дедушки. Так вот, в правилах, что от страны подается заявка с одного источника. Это правило существовало долгие-долгие годы и никто его не менял. То есть, противоречит Александрову такому мнению, то, что любой человек может подать никакого хаоса Международной Федерации допускать и будет. Все подачи заявки с одного источника. Подача этой формы, там, 12 листов, она требуется. Там развернутся написано про каждую... В данной стране, в России, источник является президент Федерации ветеранской области России. Вы существующий федерат, вы не забывайте. Вы в существующей федерации. Вы не существует, вас нету. Вы через гитленно. Вы не любите всех. Это не я. Это не спокойствие. Это вы наглеете и врете. Глаза всем. Понимаете? Пусть это украли, спокойно говорите. Да мы эмоционально снимем. Но ты не знаешь, что вообще можно нагло сказать. Пожалуйста, дайте, я вас не перебивал. Я вынужден вас перебивать, это ваше просто. Понимаете? Вынужден. Покажите свидетельство регистрации. Свидетельство чего? Вот я вас слушаю. Давайте я вас слушаю, да я просто поражаюсь. Я тоже проехал настоящий чемпионат мира Европы. Вот когда он мне письмо прислал и говорил. Николай Васильевич, напиши образец, значит он мне написал. Сходи в министерство спорта. Как бы вот попросили, ага, мы взяли фиктивные там, допустим, что это проведение соревнований, вот это все, чтобы включить как бы вас в федерацию. Там умные люди прочитали и говорят. Ну, Васильевич, мы, говорит, на это не пойдем. Вот. Я говорю, почему не пойдем? Ну, сейчас уже начали сами знаете допинг, да? Вы что, говорит, это ветераны. Откуда, говорит, мы одного ветерана проведем соревнования или приедут на любые соревнования, вот сюда приехали, да? Взяли вас. Все, кишир башка. Не только ветеранский, а настоящий спортсмен, который в федерации. Ну, вот посмотрите, как после Германии. Вот это я просто слушаю. Ну, если у вас какие-то вопросы есть. Но вы решайте наедине. Хотите вот набить морду? Набейте ему морду. Ну, чтоб никто ничего не видел. Я, второй, вот. Вы не решили наедине с нами же, не пошло нам на встречу. Мы про это не говорим. Мы хотели по-любому. Я вас уважаю. Понимаете? Я уважаю. Минус 7-10 идет. Я на вас некоторых смотрю и думаю, как вы решили подниматься? Я поражаюсь. Вы еще приезжаете на свои деньги. Вот я вам честно скажу, вот на его месте, да. Я провел бы вот, честно скажу вам, клянусь. Провел бы вот последнее соревнование. Сказал, так, ребята. Ради Бога. Все. Вот и делайте. Я вот, глядя на вас, да, я посмотрел бы. Кто из вас потянул? Выслушайте вы меня. Никто не разваливает федерации. Нет, Саша, я никто не разваливает. Понимаете? Я не знаю, чем он зарабатывает. Я не знаю. Это не весь этот день, как вы говорите. И, во-первых, вы приехали соревноваться. Но будьте добры, ребята. Вы же... Соревноваться? Это дня одного души? Кого? Вы уже делаете два с половиной часа сидите. Зачем? Нет, два, полтора часа. Зачем? Вам завтра выступает. Оставьте этот вопрос. Я просто... Вы решите это, Саша. А как? А он не хочет ее решить. Он не захотел. Зачем я решить? Есть вопросы, знаете... Мы идем государственные. Есть вопросы, которые можно говорить везде. При всех. Но есть вопросы, которые только должен знать. Президент. Президент. Секретарь. Или шелководный член. Или вице-президент. Все, все. За. Уважаемые, подождите. Пять минут. Пять минут. Пять. Пять минут. Пять минут. Пять минут. То, что все... Советная федерация решать здесь. То, что звучало отсюда. Ну, едьте за. Вот. Просто так, просто... Ну, противно слушать. Потому что не существует. Просто люди говорят ничем не подтвержденные слова. Просто выдумки. Пошли выдумки. Вот. Харитонов Александров. Да. Пожалуйста, давайте. Свои пункты. Вопрос. Вопрос. Обвинение. Я сейчас вам расскажу. Давайте по пунктам. В течение пяти минут. Давай. Первое обвинение. Вы сейчас обвиняли меня во всех смертных грехах. Это маленькие дополнения. Ради Бога. Ну, представьтесь. Любой бы сейчас. Кто ко мне сейчас вышел бы сказал. Харитонов. Я тебя обвиняюсь, что ты сидел десять лет назад. Если бы мне сказал бы, я бы вон там у меня в угол был оказался. Чего же вы мне не селить по марту не дали? Вы раскиньте. Я сейчас не второе. Мы сидели. Замошенничать. Харова. Я сказал. Сказал просто не я. Это есть. Закрите в сайт и посмотрите. Узнаете. Сидел за мошенничать. Можно, а? Ну, беги, блин. Давайте. Сидел. 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 Десять лет назад я выиграл чемпионат мира в Ирландии. Десять лет назад. Мошенничать. Дорогие друзья. Я не привлекался. Я не привлекался. Неправда. Привлекался. Сидел. На кучу грязи налили. Я спокойно людям открою глаза. Кто-то там по незнанке может не сменить налили. Сидел на вопрос. Регистрируем на решение? Нет. Сейчас минуточки не уходишь. Сидел на вопрос. Давайте. Все. Закончили. Сырь-бор. Во-первых. Сырь-бор это просто грязное обвинение. Пустые обвинения. Но это вы записали. Есть у вас все записаны разговоры. Уже хотел бы сказать. Так. Завтра у нас пять часов выступления. Тринадцать человек. Десять часов. У нас парад открытия соревнований. Будет присутствовать глава администрации и президент Федерации тяжелых медицинских. Перенесем. Перенесем. Двенадцать. Двенадцать. Попросили. Администрация попросила. Десять часов. Первый поток женщины и мужчины. Все. Выходим. В парадной форме. Десять часов. Значит. Ага. Выводящий. Многоуважаемый. Тринадцать. Вот все. Он умеет провести. Там вывести. Красиво говорить. Все. Первое слово. Президент Федерации. Глава администрации. Значит. После президента Федерации. Нашей. Это старшая возрастная группа. Ну и там часть. Значит. Это сразу после этих представлений. Участников. Выводят. Назад. И пусть уже там. Свои уже торжественные. Моменты. Награждение. Грамотные. Там учет. Там. Вопросы есть. Проводящая организация. Так. Весы. На лыжной базе. Будут завтра. От Бакульмы. Машины не будет? Нет. Не будет никакой машины. 15 минут. 20 минут. Слушай вас. Не надо. По местам расположения. На лыжной базе. Какому вам? Ну да. Нет. Вы. Если у вас там есть место. Значит. На лыжной базе. Можете. Я потом устраиваюсь. Я уже не знаю. Вот. Если есть у нас место здесь. Вы один? Нет. Все. Если здесь место есть. У нас в косинстве. А? А? Нет. Можешь потешить. Так. На барах. Как ты. Женщины. Красиво. Товарные дети. И мужчины. Тоже самое. Без опоздания.